Зовут меня Мажолов Тимур. Сейчас живу в Караганде. Недавно я на улице увидел так называемый велобег. Велобег, вроде как велосипед, только без педали. Мальчик упал, загляделся на меня. В общем, поскольку у меня ассоциативное мышление. Я вспомнил, как я сам учился кататься на велосипеде. Тогда у меня был велосипед школьник. Отец меня учил на танцплощадке кататься. Через некоторое время у нас этот велосипед украли. Так получилось, так бывает. Потом я уже учился на велосипеде отца. Родители разошлись. Ну, отец свой велосипед оставил. Забирать не стал. Вот себе купил другой велосипед спортивный. Старший шоссе. А вот этот старт велосипед он оставил дома. Я долго к нему присматривался. Потом я, ну, поскольку на педалях были туплипсы. Туплипсы, это как петли. Для того, чтобы не только давить на педаль, но и тянуть вверх. Вот. Сначала я катался по квартире. То есть из спальни на кухню. Потом там велосипед я разворачивал. Через некоторое время, когда я уже немножко окреп, я начал выносить его на улицу. Я начал кататься. Ну, в общем, в принципе, это было занятие такое для меня. Это каждое лето я вообще жил на велосипеде. Катался по городу. Ну, когда я жил в городе Тимиртау, катался по окрестностям, катались с друзьями там по городу, за город. Один раз даже у меня ребята с квартала АБВ забрали у меня семейный ключ. Но я, правда, потом его благополучно вернулся. А, вернул его себе. Поскольку я приехал уже с друзьями. И те, которые забрали у меня этот ключ, они мне вернули его. Всё. Ну, у меня раз случилось так, что я, скажем так, погорячился. Я катался по городу. Вообще, он попросил меня то ли хлеба купить, то ли что. А, ну да. Я подъехал к магазину. Магазин был закрыт на обед. Я поехал кататься по городу. У нас в городе Тимиртау. Вот такое есть шоссе. Карагандийское шоссе. Я выехал по нему до шоссе, соединяющего Тимиртау и Караганду. А в то время отец жил в Караганде. У меня возникла идея приехать к нему в гости. Но я упустил из виду, что это был будний день, а не выходной. То у меня были каникулы. А он работал. В общем, я кое-как доехал до Караганды. А отец у меня живёт в центре Караганды, рядом с дворцом горняков. Я подъехал к его дому. Поднялся на четвёртый этаж с велосипедом. Дома отца не было. Я решил просто подождать. Ну, время ещё рано было. Я посидел. Потом до меня дошло, что он-то скорее всего на работе. И ждать до пяти часов вечера, естественно, это было просто глупо. Я сел на велосипед и поехал назад в Тимиртау. Дорога назад оказалась гораздо сложнее, поскольку дело в том, что дорога, соединяющая Караганду и Тимиртау, там есть подъёмы, спуски. Дело в том, что когда ешь из Тимиртау в Караганду, спусков больше, чем подъёмов. А когда едешь назад, оказалось, что подъёмов больше, чем спусков. Ну, получается, ты едешь. Тем более я ж не ел. Я как с утра выехал, так и всё. В общем, я как с горем пополам подъезжаю опять уже. Я уже что только не делал. У меня ноги все одеревенели. Мужцы не тренированы просто, на самом деле. В общем, подъезжая к Тимиртау, сворачиваю на Карагандинское шоссе. А там первый квартал, с которого начинается Тимиртау, называется АБВ. Там есть магазин продуктовый. Я смотрю, женщина выходит из магазина, и у неё в оське лежит бутылка кефира, батон, что-то ещё, какие-то продукты. А селёдка, как сейчас помню, что-то было. В общем, у меня голод такой был, что возникла идея. В общем, глупость, конечно. Поживиться тем, что женщина несёт. Ну, просто я понял, что сил вообще нет, и я вымотался вообще, кое-как держался, чтобы не воплотить. Ну, это глупость, действительно, чтобы представить, что вот мальчик нападает на женщину из продуктов. Вот. И тут я вспоминаю, что следующий квартал, там, в районе хлебозавода, там живёт моя бабушка, мама моего отца. Улица 4-я кольцевая, так называлась, дом 27. Я сворачиваю туда, открываю калитку, закатываю велосипед, прислоняю велосипед к дому. Позвонил, звонок, подождал, дверь открывается, моя тётя, младшая сестра моего отца, тётя Алмагуль, открывает дверь, и я понимаю, что я падаю на спину. То есть, иначе у тебя сознание. Она меня подхватила, завела в дом, говорит, что с тобой? Я говорю, да я катался, съездил в река Цурк-Карагандан. Ну, ты даёшь, ты даёшь. Надо есть хочешь? Я говорю, конечно, есть хочу. Я тогда выпил, наверное, 115 чашек чая с молоком, хлеб с маслом, там, накормили, в общем, наелся, как, не знаю, как, голодный волк какой-то. Ну, я понимаю, что сил уже нету, поэтому я позвонил домой, маме сказал, что я заночую. Вот так вот. А вообще, да, тогда мне кататься на велосипеде очень нравилось. Ну, правда, когда меня призвали в армию, велосипед дома остался, а когда я пришёл из армии, оказалось, что велосипеда уже нет. Мама сказала, что надо отдавая его покататься моему братишке в двоюродном Урале. И я пошёл к нему, я говорю, где мой велосипед? Он говорит, а тот велосипед, который мне дали покататься, я говорю, да. А ты знаешь, я его подарил своей подруге. Я говорю, а где эта подруга? Ну, я-то знал, о ком он говорит. Говорит, да вот она там живёт. Я пошёл к ней. Ирина, кажется, звали. Ну, неважно. Позвонил в дверь, я говорю, так и так, я пришёл за своим велосипедом. Когда я увидел, что мой велосипед стоит у них в квартире, она говорит, а нам его подарили. Я говорю, ну так это мой велосипед. Она говорит, извини, подарки я не возвращаю. Всё. Елосипеда нет. Не осталось. Правда, вообще, привязанность, ну я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но просто мне тогда казалось, что это неправильно. Ладно. Вообще, ездить я тогда очень любил, потому что, ну, во-первых, это интересно. Я, правда, раз попал в такой ситуации, я вообще любил пристраиваться сзади идущего транспорта. Ну, какой-то идёт грузовик, сзади пристроишься, и потоков воздуха тебя облегчает движение. Такое, ну, вроде полегче, экономишь силу. Вот, и ездил я ещё иногда на дачу к отцу, поливал там. Приедешь, шланг бросишь, откроешь кран, поливаешь. Две раз у меня, правда, его украли на велосипед. Так получилось, да. Я велосипед оставил у калитки, открыл, значит, кран поливаю. Потом минут через, ну, не сразу, это минут через двадцать я возвращаюсь, смотрю, велосипеда нет. День выходной был, воскресенье, ну, или субботу, ну, неважно. В общем, велосипеда нет. Смотрю, на соседнем участке мужчина работает, пропалывает свой огород. Я думаю, ну, вдруг он видел. Я зашёл к нему на участок, говорю, извините, пожалуйста, вы случайно не видели? Никто не заходил на наш участок. Я говорю, а что такое? Я говорю, пропал велосипед. Он говорит, нет, ничего не знаю. Ну, я думаю, надо же, интересно как. Ну, может быть, действительно он ничего не видел. Ну, в общем, я огорчился, причём я не то, чтобы огорчился, я просто расстроился капитально. Думаю, надо же, украли велосипед. И я ничего не видел, ничего не слышал. И сосед этот ничего не видел, ничего не слышал. Минут через двадцать приезжает автомобиль, приезжает мой отец. Он тоже приехал на участок. Ну, может быть, и не отец. Ну, в общем, кто-то, а, соседи. Ну, всё. Приехал, ну, отец, наверное, дядя приехал, в общем, поливать. И этот сосед, когда увидел, что приехали хозяева, он их, естественно, он знал. Он подходит, говорит, а кто это такой, показывает на меня. Ну, говорит, это, это Тимур, сын хозяина. Он говорит, а, я понял, когда. Говорит, Тимур, иди сюда. Я, что такое? Ну, я думаю, что-то хочешь сказать. Он говорит, ну, давай. Если ты свой, я тебе верну велосипед. Оказалось, что он его спрятал просто. Ещё такая история про велосипед. Я говорю, для чего вы сделали это? Он говорит, да, понимаешь, я же тебя лично не знаю. Я просто подумал, что ты приехал воровать. Я поэтому решил тебе задержать, так сказать, лишить транспорта. Всё. Я говорю, такое решение было. Я говорю, хорошо, понятно. Ну, в общем, так вот я. Ну, про велосипед, ну, чё, вспоминаю, что было, то было. Ну, вообще, вообще интересно было, да. Я, правда, раз попал в такую ситуацию, поскольку вот эта привычка пристраиваться за каким-нибудь грузовиком, меня чуть не довела до, ну, не знаю, до такой ситуации. В общем, я пристраиваюсь, смотрю, идёт грузовик, он меня обгоняет. Я сразу же следом за ним сворачиваю налево, то есть пристроиться за его кузовом. И вдруг я чувствую каким-то, не знаю, шестым чувством или чем-то, я почувствую, что что-то ещё есть. Я глядываюсь назад, через дверь плечо, оказалось, что он идёт не один, он идёт с прицепом, гружённым. Потому что до меня доходит что-то опасность вообще. Я сразу резко принимаю вправо, ухожу на обочину и его пропускаю. Ну, а тогда, вот если бы я пристраивался за ним, и, не дай бог, что-то случилось, тогда прицеп прошёлся бы по мне. Тогда бы меня бы раскатало по всему асфальту. Ну, в общем, такая история. Я вот прочитал, я когда увидел это недавно, это Беговел, Беговел, вот такое название, интересно. Оказалось, что его покупали для детей, когда хотят научить, чтобы ребёнок научился ездить на велосипеде. То есть не сразу сажать на велосипед, а сначала Беговел. У него развивается сначала чувство равновесия. И он уже меньше боится в дальнейшем. То есть он, когда подрастёт, он уже сможет потом в дальнейшем уже сидеть на велосипеде. Потому что часто многие покупают велосипед с так называемыми страховочными колёсиками, которые не учат его держать равновесие. Когда я сниму колёсики, он, может, даже не сможет кататься. Поэтому Беговел, Беговел, он даже облегчает. Ну, не знаю, насколько это правильно. Ну, в общем, такая вот история. Вот. Тоже вспомнил, как я купил вообще-то машину, Сузуки, да, хорошую машину. Но вообще до этого ездил на Жигуля. То есть я нашёл вот этот автосалон, Симавто. Хороший салон в Москве. То есть я машину вообще как выбирал? Ну, чтобы она была небольшая. То есть ездил на Жигулях, а тут решил, ну, такого класса. Так называемая, как он называется, циркласса. Ну, в общем, маленькая машина. Таких много. Сузуки Свифта, Хёндэ Гетц, там, или ещё что-то там. В общем, такая маленькая машинка. Купил. Да, я её купил, правда, без тест-драйва. Просто посмотрел чисто внешне. Расспросил у консультанта, какая машина. Но на самом деле лучше было бы, если бы я сначала сделал тест-драйв. Ну, я почему-то решил так, да. Когда я полностью рассчитался, я вообще машину брал в кредит. Когда полностью рассчитался, и машину мне передали. Вручают ключи. Показали машину, стоящую на стоянке. Сказали, всё, можете ехать. Документы все передали на машину. Вот, я сел в машину, и... Но, поскольку тест-драйва не было, поэтому я даже не знал, как вообще тронуться с места. Оказалось, что для того, чтобы просто даже завести, нужно нажать на тормоз. В общем, я сидел, я не знаю, сам повел себя как тормоз. Ну, действительно, я не знал, как это сделать, как завести машину. В общем, я вернулся в автосалон, обратился к консультанту, говорю, как вообще это... Говорит, ну, для того, чтобы будет действие сделать, нужно завести, допустим, нужно нажать на тормоз. Всё через тормоз. Сел в машину, нажал на тормоз, машина залилась. Я увидел, что на спидометре есть уже пробег какой-то. Опять же, поскольку опытом у меня мало вождения был, я потом спрашиваю, что это такое. Это был пробег. Консультант говорит, это на сколько километров хватит бензина. То есть, пошутил, а я... Человек простой. Такая вот история. Потом... Ну, вообще-то, навигатор у меня уже до этого был. В общем, ездил я в дальнейшую красную навигацию. Хорошая машина. О чем вспоминать? Велосипед, автомобиль, транспортные средства. Вот на чем я никогда не ездил, так и на самокате. Никогда не ездил. Очень интересно было. Так что, вот. Хотел решить вопрос по поводу санатория, но нужно пройти медкомиссию. Опять же, все равно. Сегодня пришел по записи. Участковая оказала, что сегодня ее нету. Поэтому я визит перенес. Но перезаписался просто на завтра, на вторник. Ладно. Все решаемо. При желании, как говорится. Благо, сейчас возможности такие. Это при наличии интернета. Можно записаться без проблем. Вспомним историю, как я... Ездил я... Ну, тогда я работал в налоговой инспекции. И ездили мы на занятия. От налоговой инспекции ездили тогда же в городе Ярцево. Ездили мы на занятия в Смоленское областное налоговое управление. А там нам читали лекции по Microsoft Office. Очень интересно было. Потому что мы были, на самом деле, знания были поверхностные. Вот. А там давали именно поглубже. И поскольку я в то время был на налоговой инспекции, и часто были такие, так называемые, правонарушения, это просрочка. То есть люди сдавали документы, либо декларации позже срока. Естественно, многие забывают. Ну, не у всех же напоминаем здесь. В общем, я задался цели как-то. Ну, я же вижу, как люди рассчитывают. Просто какой штраф выписать, на сколько дней просрочка. Все зависит от того, на сколько дней. То есть, от конкретной даты нужно рассчитать, сколько дней просрочки. И, соответственно, потом уже выписать штраф. Так называемая 119-я статья новогового кодекса. Так, продолжим. А перегрев произошел. Вообще, по поводу 119-я, в общем, проблема была такая серьезная, поскольку нарушение было достаточно часто встречающееся. Вот, инспектора сидели с календарем и вручную считали количество дней просрочки. Я решил это дело немножко модернизировать. Но я понимал, что лучше всего это сделать при помощи какого-либо приложения. Попробовал на Visual Basic, но, да, само приложение-то я написал на Visual Basic, но сделать того, чтобы на выходе распечатать не получилось. То есть, сам алгоритм, да, все получилось. Количество дней просрочки, соответственно, сколько там штраф от суммы налоговой базы. В общем, мы ездили из Ярцева в Смоленское управление налоговое, и там нам читали Microsoft Office. То есть, Word, Excel и так далее. В общем, я понял, что лучше всего, проще всего пойти по пути, наименьшее сопротивление, не заморачиваться в собственном приложении, а просто сделать расчет в Excel. То есть, количество дней там легко рассчитывать. От одной даты дня, от другой даты, это будет количество разницы, разница дня. Соответственно, если меньше 30 дней, это один штраф, если больше 30 дней, то другой штраф. Все. В Excel написал, и все. Люди стали пользоваться. А вообще, проблема не рассудает. Да, ездили, поскольку здесь мне дал машину свою, вот я ездил на его машине, и как-то мы, ну, я начал тему про автомобили, и немножко, это дни, скажем, горячей сейс такой. В общем, ехали мы, я за рулем, и со мной еще ехали трое. Ехали мы в Смолейское управление, и тут перед нами едут две фуры. Они между собой, так называемые, гонки устраивают. Один другого пытаются обогнать. И оба едут медленно. В общем, обогнать слева как положено, ну, не представлялось возможным. Тут у меня вообще такая глупость, когда пришла в голову, обогнать по обочине. По обочине гонять нельзя. В общем, я перестраиваюсь вправо, иду по обочине. Я только перестроился, оказалось, что там стоит грейдер, тот, который чистит обочину. И как я только сразу, сразу вернулся опять в свою полосу, в общем, если бы мы на полном ходу въехали в этот грейдер, все, кто сидел бы в машине, все сложились бы. Я, когда посмотрел на лицо Сергея Игоренкова, который сидел справа от меня, он был белый. А сзади, в принципе, они даже, наверное, не заметили. Ну, что, вернул, вернул. Такая глупость. С тех пор, естественно. Ну, не, были, конечно, когда я там что-то такое горячился, но сейчас уже глупость. Ну, вообще, все это приходит с опыта. То есть, история такая не очень красивая. Да, вообще, в принципе, да. Тогда ездил. Кстати, очень многое дала на занятия именно в офисе, на занятия там, управления там налогового. Ну, короче, начиная с беговела, а заканчиваю. Какими ситуациями красивыми.